МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Кто ответит за сорванную бураном кровлю? Жители сортировки до сих пор живут в опасности. Любую минуту может окно разбить, стекло разбиться, а мы здесь рядом спим с дочкой. И страшное зрелище, вы знаете, прям рискуем жизнью. Нелегалы в собственной стране. Десятки семей в Караганде живут в домах-призраках. Нигде у нас прописки нет. Вот только что Сережу прописал, этот человек один прописал Сережу, на том основании, чтобы он работал. Потому что если он не будет прописки, его с работы уволят. Строительство патронного завода в Карагандинской области даст старт развитию отечественной обороны и промышленности. Наш регион с рабочей поездкой посетил министр обороны и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов. Жители многоэтажного дома в сортировке, кровлю которой снесло бураном на прошлой неделе, до сих пор живут в опасности. Свисающие арматуры и доски создают угрозу для жизни людей. Помощь в ремонте кровли ждать неоткуда. Акимат Октябрьского района настаивает, что крыша – это частная собственность, а ЧП произошло из-за плохого крепления. По словам чиновников, буран тут ни при чем. Это жители пострадавшего дома по улице Жикибаева, 141. Неделю назад во время бурана кровлю дома сорвало как картонную коробку. К счастью, никто не пострадал, однако устранить последствия чрезвычайного происшествия не удается и по сей день. Остатки свисающей арматуры и доски до сих пор угрожают безопасности жителей. Вот приходишь к дочке и боишься. Вот так идешь и думаешь, дай бог, привьет кого-то или еще что. А тут постоянно дети еще ходят, постоянно снимают на видео. Вот упадет на них, и кто будет отвечать? Акимат не будет отвечать за это. Они скажут, мы виноваты, что мы не починили. Устранить свисающую опасность и восстановить кровлю самостоятельно жителям не по силам. Два года назад они уже ремонтировали крышу за свой счет. Повторный ремонт людям не по карманам. Мы требуем, чтобы нам Акимат помог починить крышу, потому что это была чрезвычайная ситуация. У нас ураган был 30 метров, а не как они говорят. Было штормовое предупреждение. И в этот день было штормовое предупреждение. Ко все поступили СМСки. После ЧП, по словам жителей, в их домах стало холодно. В квартирах на пятых этажах гуляет сквозняк. Семьи с маленькими детьми на время переехали к родственникам. Вот боимся весны. Что будет весной, вообще не знаю. У нас было такое, когда мы с тазиками сидели. И вот говорят, за свой счет делать. И когда мы коснулись по соседям, пошли, я говорю, давайте хоть скиньтесь. А мне обошлось 50 с лишним тысяч. Мне никто из соседей не помог. Сказали, это ваша проблема. Мы сами латали. Вот женщина-соседка тоже сама делала. Представляете, а вот сейчас это как возмещать? Опасность от свисающих остатков кровли признают и чиновники. В службе ЧС обещают разобрать небезопасные конструкции, как только у них появится подъемник. А вот помочь в восстановлении кровли жильцам уже отказали. По информации местного отдела ЖКХ, случившееся нельзя отнести к ЧП техногенного происхождения. Согласно статье закона жилищных отрасли 35 пункта 2, что вот эти места должны ремонтироваться общими усилиями. Не только ремонтироваться, а и содержать безопасности. Медроцентр на официальный запрос будет. Если действительно, если есть действительно чрезвычная ситуация, значит уже поленит чрезвычайно. Это не наш вопрос. Это уже будем выходить, естественно, на инстанции. Такой ответ жителей не устраивает. Они утверждают, что ЧП произошло из-за бурана, и Акимат обязан им помочь. Ураган был ночью такой, что было, думали мы вообще, что у нас все снесет и нас и дом свалит. Вот до такой степени. Они сейчас заявляют, что как будто бы там 19 метров было. Это все обман. Чиновники же советуют гражданам объединяться в КСК и надеяться только на собственные силы. А.М. Амрина, Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Нелегалы в собственной стране. Десятки семей в Караганде живут в домах-призраках. Дома есть, владельцы тоже, только вот документов на жилье нет ни в одном государственном органе. Кто виноват, нерадивые хозяева, не позаботившиеся о собственном будущем или бюрократическая система, выясняла Аим Амрина. Семья Губиных проживает в двухкомнатной квартире в доме барачного типа по улице Петрозаводская, 131 Октябрьского района. Супруги Ольга и Игорь с двумя детьми живут в этой квартире больше семи лет. Жилье досталось им от тети, которая, в свою очередь, прожила в ней более 20 лет. Табличка висит. На каждой двери у нас номерочек есть закрепленный. Нам приходят квитанции даже по адресам и по фамилиям. Квитанции на свет и на воду. Мы их оплачиваем. Но вот адресы и жилья здесь нигде не могут найти у нас. Документов на квартиру ни Ольга, ни ее тети никогда не имели. Существовали ли они, когда-либо, неизвестно. Восстановить их ни в архивах, ни в органах юстиции, ни в Акимате Губины не смогли. Их просто нет. По квартирам улицы Петрозаводская, дом 131, хотелось бы пояснить, что на сегодняшний день правоустанавливающих документов на квартиры не имеется в управлении юстиции. Это говорит о том, что собственники жилья в свое время не оформляли документы, их не регистрировали. В связи с этим документы в органах юстиции на сегодняшний день отсутствуют. Прописаться в квартире без документов Губины, естественно, не могут. Купить другое жилье тоже не по карману. Муж Ольги – инвалид третьей группы и единственный кормилец. Однако Октябрьский районный суд такие доводы истцов не трогают. Сейчас адвокат семьи готовит апелляционную жалобу. Здесь нужно судам сменить судебную практику. То есть они наконец-то должны удовлетворять истки о признании правоустанавливаться по приобретательной давности за этими жильцами, потому что они действительно добросовестные жильцы. И тогда уже, потому что у нас, к сожалению, в жилищном законодательстве нет норм, пока у нас такие пробелы есть, нет норм, которые бы помогали бы Акимату выдать правоустанавливающие документы какие-то. Не могут Акиматы заключить договоры найма, потому что нет правовых оснований. По словам адвоката, таких квартир, домов, бараков в Караганде десятки. Они когда-то были построены с согласия государственных органов, но документы на них утеряны, и на сегодняшний день их уже не восстановить. Единственный выход – создать прецедент и легализовать эти дома по приобретательской давности. К слову, подобная практика уже применяется в других областях. А мы навестили еще один призрачный дом, который находится в поселке Жибы, по улице Жанаульская, 6А. Его жители тоже столкнулись с подобной проблемой. Никто не хочет прописывать, потому что у всех проблемы потом будут. Я не знаю, мы хотим документы сделать, чтобы семью создать хочу. А у меня не получается, потому что я даже для себя родить не могу. Ребенка рожу, куда я его пропишу. Живем на птичьих правах, так шутит 70-летняя ветеран органов внутренних дел Тамара Скобелева. Судьба жительницы призрачного дома не миновала и ее. Она стоит в очереди на жилье уже больше 15 лет. Последние 12 ее домом стала квартира, на которую у нее нет никаких прав. Нигде у нас прописки нету. Вот только что Сережу прописал, этот человек один прописал Сережу на том основании, чтобы он работал. Потому что если он не будет прописки, его с работы уволят. А меня вот я так вот и, как это, на птичьих правах получаю пенсию. Вот так хранить ей прописки нету. Многие из жильцов-нелегалов о своей проблеме просто молчат. Они боятся, что их выселит Акимат. А между тем адвокат Ширина Мергалиева подготовила письмо на имя главы государства, в котором просят от лица жителей помочь им разрубить Гордеев узел. А я мамрина Жакслак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинскую область с рабочей поездкой посетил министр обороны и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов. Он посетил предприятие специальной экономической зоны, встретился с рабочими, а также ознакомился с работой по строительству патронного завода. Третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентоспособность. Послание главы государства, министр обороны и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, обсудил с рабочими производственного цеха фирмы «Таукен Тимер». Министр отметил, что за 25 лет независимости Казахстан сделал огромный рывок вперед. Однако нельзя останавливаться на достигнутом. Идет уже четвертая база индустриализации. На сегодня есть определенные факторы, которые влияют уже на условия жизни. Мы сегодня без новых технологических процессов вперед уже двигаться не можем. Без новых знаний мы уже двигаться не можем. Сегодня IT-технологии ушли вперед. Не применил министр воспользоваться возможностью и посетить патронный завод. Отметим, что строительство завода идет полным ходом. Технологический запуск производства, по словам министра Атамкулова, запланирован на декабре. Мы планируем завершение к концу года. Ну, дай бог, в декабре технологический запуск. Конечно, будет потом приспособление к сырью, к материалам. Завод ориентирован практически на сырье казахстанское. Единственное в технологическом оборудовании мы сейчас не учли, какое технологическое оборудование стоит на казахстанском заводе, которое производит латунную ленту. То есть само качество латунной ленты немножко, значит, оно не достигает того уровня, которое требуется. Это очень высокотехнологичное оборудование. Поэтому стоит параллельно вопрос совершенствования технологического оборудования на наших казахстанских предприятиях. То есть это будет такой определенный мультипликативный эффект. Запуск патронного завода даст старт открытию и других предприятий оборонной промышленности, заверил министр. По его словам, задача нового министерства – обеспечить отечественные вооруженные силы отечественным вооружением и боеприпасами. А сделать это возможно только при наличии собственной мощной оборонной промышленности. Андрей Тен, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В областном филиале партии «Нур-Утан» обсудили послание президента народу Казахстана. Секретарь партии Наталья Годунова провела заседание и остановилась на каждом приоритете послания. Подробнее в материале нашего корреспондента. Казахстан находится на этапе развития и стремится попасть в тридцатку лучших стран мира. От каждого гражданина зависит будущее нашего государства. Секретарь партии «Нур-Утан» Наталья Годунова подробно рассказала присутствующим о предыдущих двух модернизациях и о целях третьей. Первая модернизация – это тот период, когда страна переходила от плановой крыночной экономики. Наверное, самый сложный период в становлении страны – это был период первой модернизации. Вторая модернизация – это период, когда была принята стратегия 2030 и была перелесена столица Казахстана из Буматы в Астану. Это важнейшее политическое решение, на тот момент не всеми поддерживаемое. И сегодня мы видим, какой результат дает это политическое решение благодаря равновесности и мудрости нашего президента. Ежегодно глава государства Нур-Утан Абишевич Назарбаев выступает с посланием к народу Казахстана, подводя итоги определенного периода. Новые задачи, которые ставит президент, позволяют добиться всех поставленных целей для развития Казахстана. А главными исполнителями данных целей являются граждане нашей страны. Я думаю, что народ должен проснуться, сказать свои мысли, вынести свои предложения, довести их до соответствующих структур. И таким образом мы сами должны изменить, улучшить и развивать дальше наш Казахстан, нашу Родину. Расставить приоритеты и постепенно двигаться к цели – это основная цель граждан нашей страны. Участники встречи подробно обсудили каждый из пяти приоритетов, которые обеспечат экономический рост и поспособствуют вхождению Казахстана в тридцатку конкурентоспособных стран мира. Лариса Хусынова, Жакслык Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Пресечение любых коррупционных проявлений на корню. Такова главная тема дня открытых дверей, которую провел Департамент по государственной службе в Центре обслуживания населения. На сегодняшний день информация о фактах посредничества неустановленных лиц в ускоренном получении той или иной госуслуги появляется на постоянной основе. Информация в Департамент по делам государственной службы поступает по результатам социологических исследований, опросов услугополучателей из социальных сетей. Об этом заместитель руководителя департамента рассказал участникам дня открытых дверей. Данные услуги, то есть услуги этих посредников, в соответствии с 368 ст. Уголовного кодекса Республики Казахстан, являются уголовно наказуемым деемлемым. Тем не менее, это не пугает этих людей. Поэтому мы прекрасно знаем, что и на территории госкорпорации, и в государственных учреждениях имеет место таким фактам быть. Участники встречи предлагали различные методы для борьбы с так называемыми посредниками. Предлагалось даже размещать внутри ЦОНа сотрудников полиции. Но здесь есть свои нюансы. И вопрос был представителями директором ЦОНа, чтобы поставить внутри сотрудников, так как на сегодняшний день наши внутренние ведомственные приказы не позволяют находиться в таких местах. Только мы, получается, выставили с этим пост везде ЦОНа. Ну, за 17-й год, за вот эти полтора месяца практически, до сегодняшний день, пока таких фактов нет. Но эту работу мы будем продолжать. Вы сейчас правильно сказали, что, видя форму, они не будут приставать, куда там находятся сотрудники. Но надо будет решение оперативным путем, скорее всего, их оттуда вытаскивать. Правильно сказали, через СМИ, через сайт официальный об этом говорить, публиковать. О том, чтобы те люди, которые этим занимаются, чтобы они знали, что за это действительно присматриваются. И административные, и уголовные. Руководители Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции отметили, что все государственные услуги должны оказываться в соответствии с законодательством, стандартами и регламентом. Кроме того, Департамент проводит активную работу по распространению электронных цифровых подписей среди населения. Это также позволит минимизировать коррупционные риски. Андрей Тенжек, Солк-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Репродуктивное здоровье и планирование семьи. Этой теме была посвящена акция, которую врачи городского центра здорового образа жизни провели в строительном колледже. Подобные акции Центр формирования здорового образа жизни проводит в течение учебного года в разных учебных заведениях Караганды. Главной темой нынешней встречи стали вопросы ранней беременности. Студентам рассказали о методах контрацепции, защиты от болезней, передающихся половым путем. Ну а если молодые люди решили родить ребенка, то и здесь врачи дают конкретные рекомендации. То есть, как необходимо правильно вести, как соблюдать вот этот интервал между рождениями детей и что необходимо встать, прежде чем запланировать детей, обследоваться на инфекции, которые, возможно, и присутствуют в организме. Ну и, конечно же, родив ребенка, соблюдать вот этот межрадовый интервал для того, чтобы организм восстановился, для того, чтобы женщина оздоровилась, естественно, была готова к следующему рождению ребенка. В 18-й раз Карагандинская академия Булашах принимает областную олимпиаду среди школьников «Эрудит». В нынешнем году олимпиада проходит по новому формату единого национального тестирования. Кроме того, в рамках олимпиады для учителей школ города проводится методический семинар. Айбол Жумабаев – ученик 11-го класса 5-й школы. Свою жизнь намерен посвятить журналистике. По его мнению, олимпиада «Эрудит» – это большое подспорье для талантливой молодежи, где еще можно своим умом заработать право на бесплатное получение высшего образования. Участники, занявшие призовые места, то есть первые, получают грант на бесплатное обучение в Академии Булаша. На мой взгляд, это огромный плюс для себя. Да и к тому же проверить свои силы в грядущем новом формате – это очень выгодно для нас. Таких, как Айбол, в этом году более тысячи человек. Каждое учебное заведение представляет команду не более чем из 9-11-ти классников. Школы, ведущие обучение на двух языках, имеют возможность представить две команды. Каждый ученик тестируется только по одному предмету. Олимпиада проводится в два тура. Во второй тур проходят первые 10 участников, набравшие наибольшее количество баллов. В этом году Олимпиада «Ирудит» проходит по 11 предметам. И в этом году мы решили провести ее по правилам единого национального тестирования. По сути, наша Олимпиада – это первая ступенька к ЕНТ для выпускников. Примечательно, что в нынешнем году у выпускников на тестировании появился выбор трех предметов. Это, соответственно, увеличивает количество специальностей, на которые можно поступить. Главная цель Олимпиады – установление контактов и плодотворного сотрудничества с учебными заведениями области. Ежегодно в Орудите принимает участие большое количество школьников со всей Карагандинской области. За все время существования Олимпиады в ней приняли участие более 10 тысяч выпускников школ города и области. Итоги нынешней Олимпиады подведены в этот же день. Десять победителей стали обладателями сертификата на бесплатное обучение в Академии Балашак. Призерам предоставлено право на обучение со скидкой. Более 700 карагандинцев подали заявки на участие в благотворительном балу и только 40 лучших пар прошли кастинг. Все собранные средства будут направлены на лечение детей с ограниченными возможностями. 40 лучших молодых пар было отобрано для участия на благотворительном балу. Это молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Всего заявки подали более 700 человек, но лишь 80 посчастливилось принять участие в этом великосветском мероприятии. Точные синхронные движения под музыку. С дебютантами работали профессиональные хореографы. В качестве музыкального сопровождения была выбрана медленная композиция Майкла Джексона «Песня земли». Во время своей приветственной речи первый заместитель председателя областного филиала партии «Нуратан» Кадиша Успанова отметила, что такие мероприятия способствуют пропаганде в обществе нравственности, милосердия и нервнодушия к проблемам людей. Со своей стороны партия «Нуратан» активно поддерживает подобные мероприятия. По завершению танцевальных выступлений для участников была проведена концертная программа. В мероприятии участвует 40 пар. В течение более трех месяцев пары эти репетировали, то есть они готовились. У них был режиссер, у них был хореограф. И в основном это ребята, молодые ребята с 18 до 29 лет. И многие из них кто-то впервые танцуют. В мероприятии приняли участие депутаты областного масляхата, меценаты и руководители организации. У нас студенты из всех учебных заведений, даже с колледжа. Есть те участники, которые уже закончили, являются, ну они, то есть работают. Цель проведения балла – это благотворительность. То есть все денежные средства, которые будут собраны на балу, будут переданы детям с тяжелыми заболеваниями. Благотворительный бал «Маскарад» в Караганде проводится во второй раз. Организаторами является общественный фонд «ХОП» совместно с карагандинским областным филиалом партии «Нуратан». Мероприятие проведено с целью оказания помощи детям с ограниченными возможностями и обращения внимания общественности к их проблемам. Лариса Хусынова, Слабек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Амансово Умстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова